ребята по традиции показываю вам номер в своем отеле у меня отель находится на north beach значит за этот номер я отдал тридцатку за три дня но номер большой отель как бы такой немножко старенький но тут есть все да то есть тут есть бассейн и тут сразу же прямой выход к морю тоже смотрите вот вы заходите да и есть вот классно да есть такой вариант типа кухоньки тут год разогревашка микроволновка такая на 5 человек сразу же здоровенная микроволновка здоровенный блин холодильник если открыть холодильник у меня здесь ничего а здесь самое важное да да здоровенная комната две здоровенные кровати то есть если вы рассчитываете приехать там с детьми к примеру там два ребенка сюда можно положить там тещу с зятем сюда можно положить к примеру да и балкончик да если вы платите чуть больше то у вас будет как бы вид туда на мадрид да то есть ну на вид на пляж на самом деле севью до называется морской вид он классно меня на самом деле ничего не смущает мало того что вы заплатили там ну грубо говоря десятку за ночь вот вы еще обязаны заплатить по 15 долларов да это сбор за использование пляжа но для майами 10000 ночь это очень экономичный вариант ребята вот эту штуку должен я вам тоже показать это вот типичная еще американская кофе наливаете вот сюда водичку и вот такая фигня у вас фильтр кофе да это как бы кофе ну скажем так как фильтр короче вот я разорвал этот пакет вот так это дело выглядит как чай да только это кофе вот эту фигню вы сюда вот так вот вставляете до во воду залили закрыли поставили чашку сюда и нажали 100 вот и теперь водичка будет капать через этот пакет и будет у вас кофе кофе получается очень такое водянистая то есть вкус ненасыщенный и америкосы любят еще порошки вот вы хотите там с молоком кофе да у вас нет молока у вас вот крема это порошок такой вы добавили он у вас растворился как сухое молоко ребята здесь еще в америке есть такая тема как бы не шопинг-центры а здесь вот как бы парковка у вас получается здоровая парковка идет и по периметру все это дают парковки по периметру здесь получается везде всякие там типа магазинчиков типа там кафе и так далее и по сути у вас получается как бы такой шопинг-мол но вокруг парковки и вы можете прям к любому там магазин или кафе прям на машине подъехать теперь вам хочу показать как сделан пешеходный переход и пешеходный переход и светофор для пешехода подходите да если вам нужно если пешеход есть то вы просто нажимаете кнопочку даже нажимаете кнопочку и потом получается вы переходите абсолютно нормальная практика уже везде это все дело в мире реализовано также хочу вам показать как сделаны пешеходные переходы то есть это не зебра нашего стандартная классическая люди вот здесь до кирпичики все и здесь кирпичики ну так прикольно это смотрится ну как бы гораздо более стильно и она не сотрется все тротуары да на перекрестках у них везде есть спуск да и как бы соответственно и спуск и подъем то есть если вы на чем-то едете там на велосипеде да или там на самокате вы спокойно съезжайте и заезжайте в не останавливаетесь не запрыгиваете на него да то есть это вот эти бордюры да гигантские а везде есть спуск подъем посмотрите прям на тротуаре показано знак стоит что велосипедисты могут использовать полностью весь тротуар для езды вся вот эта вот береговая линия вся абсолютно застроена отелями всякими там зданиями как где сдаются апартаменты здания к примеру раз раз тут по 60 по 70 этажей целые небоскребы на побережье я своих прошлых выпусках уже рассказывал про майами у меня два выпуска есть про майами один про south beach это южный пляж на один из прайм да такой как бы элитная курортная зона скажем так а сейчас я нахожусь на норс бич северный пляж и значит чем отличие южный пляж и северный пляж южный более тусовочный более дорогой уровень отели покруче там постоянно как бы движет северный пляж он как бы поспокойней так вот что ли меньше здесь тусовки на релаксе больше друзья короче я сейчас бегал и прибежал вот пирсу вот этому видите вот это пирс это специальный пирс рыбалки я убегал босиком без обуви и меня на него не и к сожалению без обуви потому что может и и и прикол в том что вот все сделано для рыбаков на пирсе каждый метр специальные стоят крепления для удочек куда вы можете поставить удочки также стоят разделочные столы для рыбы то есть сразу же вы если поймали можете разделать что-то то есть как бы грамотно все сделано везде водичка то есть вы можете помыть все свои там приборы снасти рыбу ту же самую и вдоль пирса ходят с уточками сразу же рыбаки дети сразу же оборудован бар здесь рыбный короче все для людей мне еще сказали такую тему вода на северном пляже считается самая чистая майами и и и и и и и я вчера не хотел идти никуда там в ресторан хотел заказать delivery дан то есть доставку еды на дом короче вошел я нашел китайский ресторан выбрал все когда выбираешь показано что доставка типа 2 бакса я думаю на окей тут причем ехать там на пять минут реально отсюда пять минут потом я захожу все это выбрал корзину и как бы уже перед оплатой на сайте вся еда вышла на 20 долларов но у меня выходит в итоге не 20 долларов а 30 долларов проверяю а там сервисный сбор какой-то они там добавили типс доставщику там еще три доллара потом еще к эта хрень еще несколько долларов и короче все выходит по 30 баксов то есть просто 10 долларов 10 долларов да там 650 рублей я должен заплатить ни за что вот поэтому такие здесь скрытые всякие платежи имеются сейчас сейчас я вот на автобусной остановке и сорт бич у меня задача уехать на автобусе на south beach на южный пляж автобус стоит 2 доллара 25 центов принимают они только наличными вот там а а вот вот а сейчас мы с вами где ребята а сейчас мы с вами на южном пляже на south beach номер в котором я нахожусь же стоит двадцатку мои маленькие рекомендации если вы решили сюда приехать в америке во многих гостиницах они берут так называемый депозит если вы карточкой бронируете то тут они как бы могут от 200 до 600 долларов заморозить на вашем счете на случай там но если вы там что-то разобьете или там еще что-то сделаете если у вас есть налик то вы можете в этом отеле а я остаюсь в лойс то дайте наликом 150 дадите и по выезду вам 150 сразу же отдадут почему это лучше потому что если они замораживают у вас на карте эти деньги то у меня было как мне один раз было так что разморозку мне сделали аж через шесть недель так не понял что этот вырядился перед вами вот это другое дело вот это ребята северный пляж у него протяженность около 15 километров и северный пляж перетекает туда дальше в южный пляж все чистится все убирается причем как это делают специальный персонал да также это делают и местные для бега для спорта здесь конечно просто бомба утром если вы выходите температура мы где-то в районе от 15 до 20 градусов я бежал по песку босиком немножко по-другому себя ноги чувствуют да лучше что-то можно приравнивать что ли к бегу по снегу сейчас я рассказываю что же все таки делать и куда податься если вы такие как бы приехали в майами пошли такие в ресторан до такие разошли ресторан вам один счетик такой на двоих там на соточку да там долларов да не рублей потом вы проснулись такие уже на завтрак пошли на завтрак так еще топ за завтрак там 50 долларов отстегнули ну и как бы так 50 100 50 100 и вот в этом диапазончике да если же вы такие хопа да и такие ну слушай касса то выходит у нас серьезная да что делать данной ситуации и так салат 399 находим этот салат в ближайшем магазине магазины здесь есть всякого рода магазины где можно найти какие-то там продуктики или какие что-то уже там запакованное вот такое готовое значит вот такой вот салатик 2 салат берем себе дальше что можно там еще вот к примеру сэндвич до сэндвич с тунцом также 4 бакса фруктовый салат вот такой 4 бакса еще берем всякие там йогурты берем еще йогурты ну и конечно закрепляем все это дело вот такой вот сникерсный шоколадку можно еще как бы закрепить это орешками вот это дело можно взять на сумму среднего завтрака еще такая маленькая подсказочка если к примеру вы нашли магазин но магазинчик нам слишком маленький и в нем нет того что вы хотите здесь и